Пятилетний Витя передает привет нашим телезрителям. Пока не внятно, но зато очень эмоционально и звонко. Каждый звук для мальчика как яркая нота. Впервые услышать этот мир он смог лишь в свои два с половиной года. У Вити тугоухость четвертой степени. И только после установки специального импланта, который возвращает слух, первый приятный голос мамы, стук игрушек, шум улицы и слова общения. Сейчас восстанавливать речевые навыки Вите помогает логопед. Но чтобы погрузиться в мир звуков и слов, Вите и его маме пришлось проделать большой путь. В пределах нашего края операцию по установке импланта не делают. Это сложная процедура. В улитку внутреннего уха устанавливается специальный прибор, который стимулирует слуховой нерв. Сейчас я об этом говорю с улыбкой. Мы прошли путь, когда это и две сложные операции, это и получение квод этих двух операций. Многочисленное количество медицинского персонала из Москвы и Петербурга. Это естественные специалисты, которые с ним занимаются здесь, в Барнауле, в Москве и в Петербурге. Мы фактически живем на три города. Саму операцию покрывает госквота. Однако импланты и их комплектующие стоят баснословных денег. Купить по цене поддержанной иномарки новый блок, который крепится на голове слабослышащего ребенка, может позволить себе не каждая семья. Теперь беспокойство родителей связано не только с деньгами. Производятся системы кохлеарной имплантации в Австралии, США и Европе. Мамы с пристальным вниманием следят за каждым новым пакетом санкций, со страхом ожидая включения в них высокотехнологичных медицинских приборов. Случись подобное, тысячи детей в нашей стране лишатся возможности слышать. Имплант, он не работает без наружной части. Если вышел из строя аккумулятор, естественно, процессор у нас работать не будет. Если вышла катушка из строя, у нас ничего не работает. Сервис находится у нас в Москве. Даже вот если вышла у нее катушка из строя, у нас нету на замену дома. Все, она идет в школу, она ничего не слышит. Вот что по этому поводу отвечает Минпромторг России. Поставщики товаров заявляют о логистических проблемах с поставками в Российскую Федерацию систем кохлеарной имплантации, связанных с прекращением авиаперевозок, а также проблемы с проведением платежей за ранее поставленную продукцию. Для нивелирования рисков в части обеспечения инвалидов ТСР Минпромторг России совместно с производителями формируют объемы и графики потребностей в сырье и комплектующих для проработки совместно с торговыми представительствами и Минтрансом России, логистических маршрутов и возможных графиков поставки. Пока поставки идут через параллельный импорт, но от того товар становится дороже еще в несколько раз. К слову, попытки создать собственное производство таких устройств на территории нашей страны уже есть. Об этом сообщает одна из московских лабораторий, которая занимается разработкой ассистивных технологий, направленных на повышение возможности людей с различными нарушениями слуха, речи и зрения. Мы надеемся, что за два года мы сможем перейти к той стадии, когда это уже будет полноценный образец кохлеарного импланта, который можно будет передать на сертификацию в нашей стране. И надеюсь, что в ускоренные сроки можно будет это сертифицировать. Это значит, что в России врачи и пациенты смогут ставить уже наш кохлеарный имплант. Создать свой имплант можно, но он подойдет тем, кто с нуля будет проходить операцию по имплантации. Люди, у которых в организме уже стоит импортное устройство, не смогут сочетать его с внешней, неродной деталью. Каждый иностранный производитель, как раз для того, чтобы защитить себя от конкурентов потенциальных, они все специально не делают универсальную такую общую совместимость. Конечно, мы о такой проблеме в курсе, и нам тоже очень хочется помочь таким пациентам, чтобы не ставить их перед выбором, ну, грубо говоря, реимплантации обязательной, а как-то все-таки найти способ, когда можно будет на каком-то уровне с другим имплантом работать. А тем временем малыши с электронными ушками и их родители продолжают верить в лучшее. В такое непростое время мамы предлагают объединяться. Сейчас они на этапе создания своего сообщества, где будут не только делиться опытом, но и рассказывать другим мамам о том, как проходить путь от установки импланта до реабилитации и включения ребенка в СОСУ. Куда обращаться, как собирать документы и как не пропустить патологию мимо. Ведь выявить глухоту получается не сразу. Он начал нас акать просто в три года, я заметила, у него само медицинское образование, сказали благодаря этому, что вы так рано поставили диагноз. Чаще всего таким детям ставят только в школе диагнозы, когда начинаются проблемы с письмом. Диктанты, письмо, и там уже идут проблемы, и тогда мамочки начинают бегать. А бегать приходится много. В нашем крае получить коррекционную помощь не так просто. Хорошие специалисты, сурдологи, сурдопедагоги в регионе есть. Но их остро не хватает. А ведь количество детей с нарушениями слуха за последние 10 лет увеличилось в разы. Чем раньше мы диагностируем, тем раньше мы начнем помощь. И тем больше у ребенка шансов заговорить. Ребенка подключили, на него обрушивается шумовой поток. Без множества звуков. Где-то там шаги, где-то машина, где-то хлопнула дверь. И мы на первых порах разбираем этот шумовой поток на части. Сурдопедагог нужен здесь, потому что здесь слуховое восприятие развивается сначала. А потом логопед может спокойно работать с такими детьми. Мы подбираем игры на слуховой анализатор и подключаем уже звукопроизношение. Дети в основном устанавливают импланты не с самого рождения, а чуть позже. Поэтому наша задача наверстать. Наверстать упущенное и помочь ребенку. К сожалению, говорят родители, в крае нет грамотных программ реабилитации. Приходится ехать в Москву, Питер, а также искать спонсоров для оплаты. К примеру, одна неделя занятий в столице стоит от 80 тысяч рублей. Обратились мы к министру социальной защиты населения по поводу адресной помощи для детей после коклярной имплантации. Потому как в других регионах такие программы есть. Нам не дали отрицательного ответа, но будем надеяться, какая-то поддержка от министерства для наших детей будет. Чтобы можно было здесь это развивать, развивать, оперировать. Можно было федеральный центр, так филиал же сделал. Обучать специалистов, работать с детьми, потому что дети такие рождаются. До Москвы, извините, не каждый может доехать, денег надо много. Но если с такими детьми вовремя и качественно заниматься, они добиваются значительных успехов в любых сферах. Играют на музыкальных инструментах, поют, хорошо учатся. Учусь я в обычной школе, в обычной программе. Мне удается это нормально, несложно. Учусь, общаюсь с нормальными ребятами, одинаковый круг общения. Занимался футболом, занимался теннисом, занимался бассейном, занимался каратером, ходил. Сейчас инициативная группа родителей хочет, чтобы их проблемы услышали. Они надеются на активное сотрудничество с властями. Но и сами готовы помогать тем, кто впервые столкнулся с диагнозом глухоты у своего ребенка. Телефон для связи вы видите на экране. Каждая из этих мам смогла подарить своему малышу мир, наполненный звуками, яркими эмоциями и общением. И хочет поделиться этим опытом с другими родителями. Редактор субтитров А.Семкин